Мыло! Вместе с шарами в небо летят самые лучшие надежды на то, что новое предприятие будет успешным. Сегодня члены конкурсной комиссии стали свидетелями запуска совершенно нового для Тимиртау проекта. Теперь в городе выпускают уникальное фирменное мыло, которое готовят на парфюмерно-косметическом производстве НИМ. Такое это впечатление, что это как будто съедали пирожное. Совсем недавно здесь было простое здание. Сейчас тут появилось новое оборудование для производства уникального мыла из натуральных масел. Бизнес-вумен Наталья ведет гостей в зал, где мыло сушат, а затем делают для него упаковку. Новые косметические средства необычны. И первыми такой продукт оценили женщины. Для лица из этого стола есть что-нибудь? Конечно, оно и для лица, и для тела. Да, сухой и зрелой кожей. Вот это мыло. Да, спасибо. Дамы с интересом разглядывают мыло, созданное по уникальным рецептам. Начинающие бизнесмены при изготовлении товара ушли все пожелания потребителя. Это мыло и успокаивает, и лечит, и снимает усталость. В общем, продукт на любой цвет и запах. Было так красиво, очень красивее. Вкусно, пахтает. Да, очень. Такой запах, такой ненавязчивый, такой нежный. Там здорово. Наталья Машонкина сначала занималась изготовлением мыла дома. Затем поняла, что может потянуть целое производство. Реализовать идею помогла госпрограмма по поддержке предпринимателей. В 2013-м она защитила проект и получила грант на развитие бизнеса. Сейчас руководит целым коллективом, который поставил мыльное дело на поток. Если бы не было грант, на самом деле, я бы так даже пока сидела дома. Ну, сидела дома на кухне с мылом и мелким производством. Сейчас у нас есть возможность сделать производство коробочками, продавать его в розничные торговые сети, салоны красоты, бане, сауны. Сегодня молодые предприниматели имеют большие амбиции и намерены выйти с мыльным продуктом на рынок таможенного союза. Еще одно производство, которое запустили в городе – широкоформатный принтер «Скайкалор». Это оборудование Эльдару Дюсимбаеву обошлось в 3 миллиона тенге. Именно с его помощью предприниматели города смогут изготавливать рекламные билборды и баннеры больших размеров. Уже через несколько месяцев это производство начнет работать в полную силу. Еще один уникальный проект 2013 года – образовательный центр. Здесь в короткие сроки учат казахскому языку по уникальной методике. Уркия Унгарбаева занялась бизнесом, выйдя на пенсию. И теперь молодая бизнесвумен с успехом делает то, что не смогли реализовать многие государственные центры изучения языков. Воспитанники ее школы начинают говорить на казахском в самые короткие сроки. «Сюда приходят за знаниями как дети, так и взрослые. Педагог по призванию Уркия Керимбаевна признается, что только сейчас смогла реализовать давнюю мечту, в которой таланты творчества стали приносить деньги. В центре учат разговорной речи, в интерактивной форме готовят детей к школе ЕНТ. Здесь работают логопеды и дефектолог. Такими успехами довольны и члены конкурсной комиссии, которые в очередной раз убедились, что выбрали эти проекты не зря и деньги на развитие бизнеса были потрачены не впустую. В целом я доволен сегодняшней работой. Хотелось бы с этой радостью поделиться, а также отчитаться перед членами конкурсной комиссии, а также перед жителями моногорода Тимиртал. Показать, что государственная программа действительно работает. Она предоставлена для создания нового производства, чтобы люди занимались предпринимательской деятельностью. В этом году членам конкурсной комиссии предстоит открыть еще 4 новых проекта, одобренных в 2013-м. А в этом году из всех представленных заявок на получение грантов 3 миллиона тенге выберут еще 7 человек, которые также смогут открыть свой бизнес. Анжелика Волкович, Владимир Пороховой. Новости Тимиртау. Редактор субтитров А.Семкин